восточная шкатулка и я с огромным довольствием представляю вам автора ведущего этого цикла алексей маслова директор института дальнего востока российской академии наук алексей александр здравствуйте здравствуйте ну а у меня за этих вопрос все вот все про тоже 108 миллионов человек снова в режиме самоизоляции или гораздо более жестком режиме оказались в китае да все правильно да именно так нам рассказал блумберг который все повторяют вот эту цифру про 108 миллионов человек да да во первых давайте поймем откуда взялась и поймем почему китай сам по себе об этом пишет ну как-то так значительно спокойнее чем блумберг мол окей может быть китай опять все раскрывает значит на самом деле как всегда все не так просто китай разделил все зоны в которых вообще живет нынешняя страна нынешний китай на три больших региона что ли первый это зона большой это зона опасная так называемая красная зона там где бушует вирус там где надо соблюдать жесткие карантинные меры это желтая зона где так сказать есть зона повышенного риска ну и зеленая зона где ничего страшного не происходит и вот в течение долгого времени практически на протяжении всего мая ну еще естественно до этого две провинции провинции хайлун зян и провинция зелень северо-восточные провинции китая близкие к россии в географически они были в повышенной зоне повышенного риска и это было понятно почему потому что каждый день абсолютно официальные китайские сми и есть специальная даже страничка на сайте госсовета кнр она обновляется каждый день вот там указывалось ежедневный прирост заболевших именно в этой зоне он формально был небольшой там семь человек шесть человек пять но все равно это был прирост в то время как по всем другим регионам китая в общем все уменьшалось и падало и в конце концов внезапно это прирост достиг 14-15 человек в сутки что конечно для китая это чп хотя казалось бы не так много людей четырнадцать пятнадцать человек и стало понятно что надвигается или точнее возможно вторая волна которая идет из провинции дзелень та которая традиционно в старых русских книгах называлась провинцией гирин и вот было принято решение перевести провинцию дзелень из зоны повышенного риска в зону высокого риска это значит что будет сильно строгие карантинные меры не такие как в городе ухани не так что все сидят по домам никто никуда не ходит но также например ограничена деятельность ресторанов не работают увеселительные заведения ограничена деятельность супермаркетов но при этом например многие магазины работают и особенно магазины так сказать которые близки близки к дому чтобы обслуживать местное население опять заработали добровольцы которые доставляют пожилым людям продукты питания также из аптек доставляют лекарства то есть конечно формально в этой провинции проживает может быть 108 миллионов человек но говорить о том что все повторяется как в ухане не приходится это первое что надо понимать что не так это не повторение провинции хубы и повторение уханя но есть и другая вещь которую китай в общем с грустью констатирует а констатирует он то что в общем единственный способ борьбы с коронавирусом это полная изоляция то есть вот то как было приведено в хубы и провинции хубы и вот это сработало все остальное там профилактика это правильная вещь но никакой большой резкой по крайней мере пользы не приносит и сейчас идет идут дискуссии в том числе например в социальных сетях китайских дискутирует врачи абсолютно открыто что может быть в общем на что мы тут поторопились открывать весь китай вот видим где-то есть заболевание как в провинции дзили но давайте вообще ее закроем прямо именно так как это было сделано в провинции хубы и в городе ухань конечно многие этого не хотят как всегда говорят как там работать ведь предприятие так остановлены да и судя по всему и китайское руководство не очень хочет этого потому что второй удар по экономике то есть вторую волну удара по экономике китай ну и конечно выдержит но не не будет по крайней мере так легко выходить для китая это политический еще момент потому что китай же отчитался что все с коронавирусом покончено добиваем последних последних вирусоносителей ну а тут оказывается что не все так хорошо китай точно так же говорит что большинство заболевших людей это люди которые заразились от импортированного вируса то есть из людей приезжающих из россии китайцев из россии и эти сведения начали приходить еще прямо перед майскими праздниками где-то вот прямо перед первого мая о том что китайцы возвращаясь на родину из россии привозят вирусы их держит на карантине держит сейчас довольно много как минимум 21 день причем в разных местах вместе пересечения границы ну и собственно говоря в том в родном городе куда они приезжают потом и все равно как видимо это не помогло поэтому считается это какая-то первая волна заражения когда не было еще таких жестких жестких припонов почему китай так упирает на то что это импортированный вирус и здесь тоже есть в этом свое объяснение да потому что если этот вирус мол не привезен то это опять-таки недобитые вирус прошу прощения за циничное выражение вирусоносители изнутри китая то есть в общем оказывается не так хорошо проверяли не так хорошо проходил тестирование сейчас вот зелине проходит массовое тестирование но постепенно оказывается что далеко не только провинция зелинь может представлять из себя очаг заражения но это например возможно и провинция юньнань южная китайская провинция прекрасная красивая вместо для туризма не только китайцев но иностранцев тоже может там начаться поскольку там увеличивается количество случаев заражения но тут извините я еще ставлю свои пять копеек потому что китайские ученые еще и опубликовали отдельную совершенно опасность бессимптомных коронавирусных больных то есть тех кого но невозможно практически никаким иным способом кроме теста выявить и вот именно то что бессимптомные их там проверяй не проверяй температуру смотри не смотри там вот эти вот симптомы урвы и они все равно существуют их как выясняется теперь довольно много вот они собственно и есть группа которую видимо надо как-то вычислять отдельно и особенно так это очень это то объяснение которое сейчас будет раскручиваться все больше и больше потому что если есть бессимптомные больные и то тогда это четко объяснение почему китай позже чем надо предупредил воссообще опубликовал данные о начале эпидемии да потому что были бессимптомные больные и грубо говоря пока человек лично обратиться в больницу пока у него не будет явные признаки виде температуры лихорадки кашля покраснение кожных покровов в общем он здоров формально и это еще одно объяснение потому что ведь мы же прекрасно понимаем и вторую волну китай там задавит это опыт большой есть а вот чего не задает просто так это те обвинения которые сейчас выдвигаются против китая и они очень серьезные и мы должны понимать что все это это часть очень большой системы которая просто выстраивается наших глазах и все делается точно так же как это было когда-то против советского союза я имею ввиду во время холодной войны то есть сша у сша есть большой опыт постепенного подхода к проблеме сначала как бы выстраивается контур против сша против россии где в данном случае против китая принимаются разные внутри китая сша антикитайские законы идет обвинение китая в подлогах то есть начинает формироваться антикитайское общественное мнение во много сейчас публикуются статьи в сша о том что мы должны каким-то образом устранить про китайское лобби внутри страны кстати говоря китай абсолютно просто зеркально отвечает и говорит о том что надо устранить про американское лобби внутри китая то есть они уже начали обмениваться в том случае любезностями просто зеркальным образом во вторых сша начинает принимать ряд законов по ограничению экспорта в китай целого ряда компонентов я напомню что например такой первая серьезная серьезная история была еще в 18 году когда была атака на китайскую компанию zti крупного китайского технологического гиганта и было принято решение не поставлять целый ряд компонентов прежде всего печатных плат и микроэлементов для различных гаджетов которые упускают zti и казалось бы все очень здорово но те же самые американские производители которые поставляли все эти компоненты обратились к в белый дом к трампу с вообще-то даже не с воззванием а с обвинением в том что а кому нам еще поставлять потому что китай является крупнейшим нашим покупателем и вы тогда же нам компенсируете то есть оказалось что первый накат на китай на китайские компании был не готов технически не проблема решили американцы в 19 году принимается новая серия решений против компании уже huawei я напомню и тогда например было принято решение не устанавливать точнее запретить ряду американских компаний но по сути дела речь шла о компании google передавать в китай китайским компаниям ряд компонентов которые входят вот в эту экосистему google различные там аудио магазины магазины покупки программ и так далее то есть поэтому собственно говоря android на телефоны huawei работает в таком очень урезанном виде что естественно сразу резко стало понижать покупательную стоимостью вот этих телефонов huawei но это было еще это первая атака а вот вторая атака такие третий уровень атаки он был сделан ну неделю назад когда трамп во-первых подтверждает запрет на закупку у китайских компаний опять-таки читая huawei и zti ряда компонентов для использования в мире в сша или для сборки американских гаджетов то есть по сути дела наносит удар экономически по по этим компаниям во вторых подтверждается запрет на поставки в китай ряда микроэлементов микрочипов и передачи в китай или производства в китае каких-то гаджетов по американским технологиям ну и вот как раз буквально на днях приходит опрос дочь банка который проводит свой опрос на территории сша и который устанавливает просто вот качественный скачок в сознании американцев 40 не процентов американцев говорит что они больше никогда не будут покупать товары в своей жизни где написано на которых написано сделано в китае 49 41 41 но все равно это это катастрофа же это конечно катастрофа потому что ну вот так по-хорошему попробуйте вот отвлекаясь от политических идей найти в сша товары которые не сделаны в китае или где компоненты какие-то не сделан в китае серьезный удар ну а правда тут же проводится аналогичный опрос среди китайцев и 35 процентов китайцев говорит что будут избегать покупать американские товары но это может быть не самое страшное потому что американских товаров в чистом виде в китае мало но приобрести американские лекарства и те которые выпускаются в китае но по американским технологиям и вот трамп политика трампа давайте там как называть все своими именами достигла по крайней мере первой цели началось отторжение на уровне массового сознания стран друг от друга это уже не политики это страны и это не скажу что там есть взаимная ненависть но взаимное неприятие по крайней мере на уровне товаров началось опять-таки это повтор того как американцы и советские люди но по крайней мере советские люди не переносили американцев но есть еще один момент как бы продолжая всю эту историю вот то что сегодня происходит по отношению к китая со стороны сша конечно это классическая гибридная война и если бы вот то же самое разворачивалось бы в 70 и 80 и годы двадцатого века мы бы назвали холодной войной но просто разный лексикон и разное немного содержание но идея та же самая самое главное сейчас сша окружая китай вот таким плотным забором начинает вести войну с китаем практически грубо говоря по всем фронтам латинской америки в африке в центральной азии юго-восточной азии то есть пытается возвратить тебе те площадки которые сша утратили несколько лет назад когда китай очень активно работал с этими странами кстати говоря неоднократно об этом говорили плюс еще вбивается клин недоверий между сша между китаем и европой и речь сейчас идет не обо все не о всей европе а например вот пытаются раскрутить антикитайскую кампанию в польше довольно активно и пытаются сделать антикитайскую кампанию в чехии в тех странах которого очень активно сотрудничали с китаем плюс к этому очевидно что и германия так как-то довольно жестко ведет себя по отношению к китай ну и наконец конечно австралийская позиция которая австралия была одной из тех стран которые с одной стороны является крупнейшим торговым партнером китая точнее кита является крупнейшим торгом партнером австралии а с другой стороны австралия была одной из первых, кто выступил за требованием начать расследование по коронавирусу, причем создать просто либо трибунал, либо международную комиссию. И я пойду, почему Австралия такой неожиданный компонент здесь. Ну, во-первых, Австралия около 30% вообще своего экспорта направляет в Китай. Все остальное уже по мелочам. И вот из этого экспорта почти 40-45% составляет мясо, мясные продукты, мясомолочные продукты, которые дают из Австралии в Китай. И, честно говоря, если так вспомните, где Австралия находится, других стран, куда можно сбросить быстро и недорого такой же объем продукции из Австралии просто нет. Ну, если только в Новую Зеландию. Ну, там свое мясо и своя молочка. Вот, конечно. И поэтому, значит, Китай это все прекрасно понимает. И он несколько дней назад объявил о том, что он знает, у кого учиться. Внезапно китайские эпидемиологические службы, сразу скажу, китайское руководство здесь совсем не причем, внезапно обнаружили неправильную маркировку на ряде австралийских товаров на мясе, еще на некоторых товарах. И что они к тому же не соответствуют некоторым эпидемиологическим требованиям. И продукты четырех заводов австралийских, то есть самых крупных, которые поставляют всю продукцию практически на экспорт в Китай, ее запрещено было ввозить в Китай и продавать в Китае. И Китай сказал, что, в общем, это не политическое решение, чисто экономическое, но, в общем, мы знаем, как делать такие решения. И, да, вот тут же Австралия начала глубоко задумываться своими шагами. Но Китай не был бы Китаем, если бы не показал, как надо действовать. Вот Австралия как не надо. А вот Новая Зеландия, она тоже как-то обвиняла Китай, но на самом деле ничего не требовала от Китая, в смысле не требовала международного трибунала. И вот несколько заводов в Новой Зеландии, которые поставляли продукцию в Китай, тоже были обвинены в нарушении сертификации. Но им все равно разрешили поставлять продукцию, потому что они, в общем, быстро исправили свои ошибки. Вот как надо работать. Да, и поэтому Австралия не быстро исправила. И, то есть, Китай начинает, так мы понимаем, атаковать. Парадокс заключается в том, что, конечно, и если мы посмотрим даже китайские публикации, мы об этом говорили, Китай, ну, просто не ожидал, что будет такая мощная атака на него, я имею в виду, на Китай, и что все будет разворачиваться так быстро. Китай не был готов. Он считал, что вот на фоне коронавируса, во-первых, затихнет вся эта торговая война между США и Китаем, ну, а потом потихонечку, мол, войдем во вторую стадию соглашения. К тому же Китай, на самом деле, выполняет почти все, что обещал делать для США. Поставляет там, проводит закупки товаров, открывает свои рынки для крупнейших американских торговых корпораций и банковских корпораций. То есть, он все делает, он выполняет. И тут у него идет такая атака. И вот мы видим, даже я там ради интереса, просто мы, понимаете, мы часто видим риторику американскую, ну, поскольку многие читают на английском языке или переводятся многие статьи с английского на русский, и мы понимаем как бы риторику американскую. Но нам кажется, что Китай, в Китае такая туповатая, что ли, риторика, там не пяди своей земли врагу, и американцы просто враги. И я специально взял, перевел там, выложил в Фейсбуке, на Телеграм-канале с вами несколько статей, ключевых, на мой взгляд, хотя это не официальная точка зрения, китайских стратегов, которые совсем по-другому рассуждают. Они как раз говорят то, о чем сейчас я вот, собственно, пытаюсь передать китайскую точку зрения. Что, во-первых, Китай не ожидал такой активной атаки, такой жесткой, такой риской атаки. Китайские чиновники были просто не готовы к ней. Во-вторых, американцы говорят, что нам следует предстать, что по многим параметрам, прежде всего по развитию интернета, социальных сетей, международных сетей, США опережают Китай. Как сказал один из авторов, один, там, бои военные, генерал сказал, что если вы пришли в чужой дом и поселились в нем, не надо предъявлять на него хотя бы права собственности. То есть, да, вот китайцы, как всегда, вот так вот завалировано, показывают, что мы пока, мол, мы, китайцы, живем в мире, построенном США. И даже не завалировано, я почти дословно цитирую. Поэтому нам приходится соглашаться с некоторыми вещами. И нам приходится идти на те требования, которые выдвигает США. И вот этим, я имею в виду, вот этой позиции объясняется, например, тот парадокс, о котором мы с вами рассуждали, а почему вообще Китай согласился пойти на уступки США по торговой сделке и закупать на 200 миллиардов долларов в течение двух лет американской продукции. Ну, понимаете, вот нам Китай, великая страна с гигантской политической и экономической структурой как-то взял и сломался под давлением США. А вот это как раз отличает, как ни странно, российскую психологию от китайской психологии. Китай, на самом деле, он готов поддаваться, он готов прогибаться, отходить назад, потому что, в конце концов, он должен собрать силу для ответного удара, для ответного рывка. А Россия часто напоминает психологию вот этих трехсот спартанцев, которые просто никогда не отступят назад, потому что спартанцы не отступают. Я передаю, естественно, легенду сейчас. И хотя понятно, что спартанцев можно было обойти, там войска Дария их обошли, но спартанцы не могли пойти назад, потому что так устроена их психология. И то, и другое имеет место быть на этой земле. Не говорю, что там что плохо, что хорошо, но вот когда многие наши аналитики говорили, о, Китай сейчас ответь, а то сейчас замахнется и бабахнет по США, мы должны понимать, что сам по себе Китай по-другому устроен, что он готов поддаваться до какого-то момента, потому что его удар, контрудар должен быть безошибочен относительно США. И вот сейчас Китай продолжает поддаваться, он отходит назад, он понимает, что его подловили, поймали. И не случайно, о чем мы поговорим, наверное, в следующем полчасе, Китай внезапно повел себя очень открыто и очень адекватно, очень ярко, как раз на заседании ВОЗ, где Китай, по сути дела, признал необходимость создания международной комиссии по коронавирусу. Да, но при этом, вот я тоже хотел вас к этой резолюции Всемирной Ассамблеи Здравоохранения обратить, потому что там впрямую Китай не назван никоим образом, и это можно ли расценивать как дипломатическую победу или нет, давайте действительно уже во второй части нашей программы и поговорим. Восточная шкатулка Продолжаем программу. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук на связи со студией Вести-ФМ. Алексей Александрович, вот это самая резолюция Всемирной Ассоциации Здравоохранения, которая руководит формально Всемирной Организацией Здравоохранения. Там, конечно же, есть призыв дать объективную, независимую и развернутую оценку, я цитирую, документ реакции мирового сообщества на пандемию. Но в ней все-таки не называется Китай как виновник, нет призыва расследовать именно действия Китая, а есть призыв дать оценку действиям всех, без исключения государств. И вот именно на отсутствие в тексте Китайской Народной Республики как виновников всех зол, очень многие комментаторы указывают и говорят, что это не пошли на поводу у американцев, а скорее приняли за основу европейскую позицию. Да, абсолютно точно, насколько я смотрел первичную переписку, которая была опубликована, конечно, это европейская позиция, но ведь надо понимать, что было бы смешным и нелепым, если бы решение было принято вот это виртуальное заседание без Китая. Если бы там был бы упомянут Китай, то есть начать расследование против Китая, тогда это было бы, во-первых, не очень справедливо, во-вторых, конечно, Китай бы отказался. В чем здесь, опять-таки, как всегда, отмотаем назад и посмотрим, что происходило. США должно было ежегодно вкладывать, финансировать, точнее, ВОЗ на 400 миллионов долларов. Это самый крупный финансист ВОЗ. Китай финансировал ровно в 10 раз меньше, потому что считается развивающимся государством на 40 миллионов долларов. Причем Китай финансировал полностью, США не доплачивали, но такое тоже бывает. И США сказали, что они прекращают финансировать ВОЗ, и более того, могут вообще выйти из ВОЗ, и мы посмотрим, как эта организация, которая просто полностью, по мнению США, прогнулась под Китаем, под Китай, как она может прожить. И вдруг оказалась вообще поразительная вещь. Китай-то как раз сразу заявил, а мол, мы не только не будем выходить из ВОЗ, мы будем увеличивать его финансирование. И на этом заседании Китай заявил, что он выделяет на через ВОЗ, не самой организации ВОЗ, а через ВОЗ выделяет на борьбу с коронавирусом на разработку новых лекарств, вакцин и так далее, 2 миллиарда долларов. То есть, это, конечно, сразу Китай показал, вот как он действует. Раньше так США действовали, грубо говоря, покупая проблему, решая проблему путем броска большую сумму денег в лицо этой проблемы. А вот сейчас Китай, по сути дела, взял и начал переигрывать США именно в этом плане. Тогда было принято, на мой взгляд, палеотивное и очень правильное решение, окей, давайте мы вообще начинаем вообще в целом расследование о происхождении вируса, о его последствиях, потому что, мол, не факт, что именно из Китая все это пошло. И главный там вопрос идет о проведении независимого расследования. Если мы внимательно почитаем, то речь идет о создании, насколько можно понимать из текста, независимой комиссии, в которой присутствуют и эксперты ВОЗ, и наверняка американские эксперты, и, возможно, российские, то есть, в общем, самый широкий круг экспертов. Это победа Китая, потому что, если бы это было только американская комиссия или комиссия, собранная под эгиды США, ну, наверное, они бы через полгода установили, что вирус был изобретен, и в Китае сбежалось, китайцы всех специально заражали и так далее. То есть, в общем, это все нормально. Значит, я обращу внимание, что американцы очень спокойно к этому отнеслись, они сказали, что резолюция является первым критическим шагом, то есть, в общем, хорошая вещь, и, мол, это первый шаг к тому, что ВОЗ может играть, начинает играть свою существенную международную роль, и что ВОЗ способен существенно реагировать на пандемию. Ну, в общем, в этом плане есть тоже и своя, справедливость, потому что реакция ВОЗа, в общем, честно говоря, ВОЗ сыграл странную роль в этой пандемии, который, он сначала говорил, что все нормально, все в порядке, Китай ему обо всем сообщил, но делать, мол, ничего не надо. Потом ВОЗ объявляет пандемию, что, мол, пандемия началась, но делать все равно ничего не надо. Потом оказывается, что ВОЗ начинает обвинять, что он слишком тесно сотрудничает с Китаем, ВОЗ начинает говорить о том, что действительно надо изолироваться, надо прекращать туристические потоки, но уже поздно, и ВОЗ, по сути дела, делегитимизировался. И на этом фоне США, собственно говоря, начали разворачивать критику и ВОЗа, и Китая, но оказалась другая парадоксальная ситуация. Если ВОЗ нелегитимен, если ВОЗ, как утверждает США, абсолютно прокитайская организация, а кто тогда будет проводить расследование? Независимая комиссия США, так Китай ее не пустит к себе. Китай, честно говоря, и ВОЗ отдельно не пускал. И обратите внимание, как существенно изменилась позиция США за последние две недели. Еще две недели назад, чуть больше, Китай говорил, нет, никаких комиссий, то, что мы говорим, есть, в общем, абсолютная истина, и количество заболевших, и произвыкновение вируса, к которому мы не причастны. Но внутри Китая прозвучали, прозвучали голоса разных экспертов, очень уважаемых экспертов, которые сказали, собственно, а почему, чего нам бояться? Наоборот, чем больше мы боимся, тем больше навлекаем на себя подозрения, чем больше мы отказываемся от международной комиссии, тем, в общем, хуже нам будет в дальнейшем. Потому что, давайте наоборот, пускай, Китай должен сам выступить с инициативой создания международной комиссии. И оказалось, что либо США соглашаются с позицией ВОЗ о том, что ВОЗ является инициатором независимого расследования, либо Китай, в свою очередь, без всякого ВОЗа, тоже начинает свое независимое расследование. И вот принимается такой палеотивный вариант, окей, пускай, мол, будет ВОЗ в качестве центра этого расследования. Поэтому я думаю, что как раз это завершение, точнее, предварительное завершение очень долгого перетягивания Каната. Как в кино говорится, ложный финал. Да, да, да. Это ложный финал, потому что, давайте честно говорить, почти никому не интересно, что скажет заключение, что будет сказано в заключении этой комиссии. Потому что ему все равно не поверят. Вот оно, что можно сказать, что действительно это было по естественным причинам вирус возник в Китае. Китай мог его не удержать, но никто не мог бы удержать. И вина Китая в том, что он позже всех предупредил. Американцы кричат, мы так и знали, мы так и говорили. Китай скажет, нет, мы делали все вовремя, не надо нам навязывать ложные определения. И Китай не согласится с этим определением. Если будет сказано, что вообще вирус вообще не имеет никакого отношения к Китаю, и он естественным образом возник, и Китай все делал правильно, наверное, опять-таки 50% населения земного шара скажут, нет, он все равно прогнулся под Китай. То есть, любое решение этой комиссии будет, как ни странно, изначально уже опорочено. Вот это и есть тот парадокс, который американцы, прежде всего, вогнали ситуацию. Все будет неправдой. И на этом фоне, почему я сейчас провожу абсолютные праллели с тем, что было во время холодной войны в 80-80-е годы против Советского Союза, там была одна проблема большая. Почему холодная война в конечном счете была выиграна США? Потому что США построил тот мир, который Советский Союз был вынужден использовать. Ну, действительно, например, практически абсолютная параллель. Китай пытается активно использовать юань для торговых расчетов со своими партнерами, в том числе с Россией, но на самом деле там почти более чем со ста странами. Китай пытается развивать свой электронный или виртуальный юань, то есть создать некую свою электронную валюту, кибервалюту. Но ведь Советский Союз тогда тоже пытался создать свой переводной рубль, клиринговый рубль и очень активно он ходил в СЭВе. А почему, собственно, почему мы создавали такую валюту? Да потому, что рубль не пускали на мировые рынки. И США точно так же утверждали, что, я помню, тогда был замечательный курс, один доллар равнялся 67 копейкам советским. Американцы говорили, что это абсолютно неразумная несправедливая цена. И все равно на внешних рынках Советский Союз был вынужден торговать через доллар. То есть через доллар. И пока США сохраняют контроль над этим, Китай вынужден так или иначе подчиняться той композиции мира, которую США создали. И в этом плане почему США так зазутились вокруг ВОЗа? Да потому, что вообще-то ВОЗ это был одно из крупнейших таких творений американцев. Очень хорошая в какое-то время организация, через которую США могли оказывать помощь. И, кстати говоря, влияние на развивающиеся страны, прежде всего Африки, некоторые страны Азии, борьба с голодом, обучение врачей местных. То есть вот это, но когда ВОЗ стал, по сути дела, как американцы упустили контроль над ВОЗом, когда Китай стал действительно финансировать многие программы ВОЗ, когда многие, например, локальные форумы ВОЗ проводились на территории Китая, естественно, Китай все дело оплачивал, но тут, конечно, оказалось, что американцам совсем такой ВОЗ не нужен. И главная задача США не выпустить из-под себя ни одной организации, которая мог бы контролировать Китай. Ну и как бы это вишенка. Да, но при этом получается, что, ну, я еще хочу просто к этой резолюции на секундочку вернуться уже после короткой паузы, о доступности вакцины для всего мира, против чего уже тоже выступил Трамп. И мне кажется, здесь есть какое-то противоречие, потому что либо мы расплевываемся, либо мы хотим восстановить контроль, но когда в резолюции этой Всемирной Ассоциации Здравоохранения говорится о том, что должна быть вакцина разработана путем коллективных усилий и доступна всем, на всех континентах, всем государствам, а Трамп говорит, что это все ужасно, потому что это неверный посыл инвесторам, то, собственно, кто бы это не услышал или не прочитал, ну, как же так, беда общая, предлагается вполне справедливое решение проблемы, а тут, значит, Соединенные Штаты опять против, это все в минус США. Или нет? Так, Трамп не первый раз делает, на мой взгляд, чисто имиджевые ошибки, потому что он себе это может позволить, поскольку, обратите внимание, когда Трамп, прошу прощения, несет откровенную, ну, откровенные неразумные вещи, то все говорят, ну, вот такой он порывистый человек, когда он говорит что-то правильное, все говорят, о, какой гениальный политик. На самом деле, то есть, он может себе позволить, потому что можно списать это все на такое некоторое позерство Трампа, но здесь есть, вот в этом его утверждении, очень важная история, очень важная вещь, которая, на мой взгляд, обнажает вообще многие причины, почему вирус, коронавирус, так быстро распространяется, почему вдруг не оказалось эффективных средств, но потому что Трамп не хочет вести войну с крупнейшими фармкомпаниями, и вообще с биофармом, потому что этот биофарм является крупнейшей сферой деятельности в США, и если вдруг раздавать вакцину бесплатно, или каким-то образом открывать ее всем, или передавать, например, вакцину для производства на местных фабриках в Китае, в России еще где-то, то, в общем, тем самым вообще теряются и деньги, и контроль. Ведь посмотрите, опять-таки, вот Китай, китайский биофарм очень активно развивался за последние 2-3 года. Да, он не так развит, как США, именно в плане обнаружения новых таблеток, новых лекарств, но, например, одна из шанс-китайских компаний, не очень большая, но очень активная, открывает, как потом оказалось, крайне эффективный препарат лечения болезни Альцгеймера на основе водорослей, китайских, особого вида китайских зеленых водорослей. И препарат проходит большую часть тестирования в Китае, показывает свою колоссальную эффективность, это 2018-19 годы, и причем показали большую эффективность, чем многие средства, которые США предлагают против этой болезни, а я напомню, что это большой бизнес, это большая трагедия, но болезнь и большой бизнес. И когда этот препарат пытается получить целый ряд международных лицензий, оказывается, что все фармкомпании со стороны США ставят припоны этой китайской компании, собственно, Китай как таковым, потому что понимают, болезнь Альцгеймера это бич современности, это масса людей больных, очень много страдают, и тут какая-то китайская компания, кстати говоря, очень дешевый в производстве этот препарат, вот она предлагает альтернативу. И тогда под видом того, что препарат не прошел всех необходимых видов тестирования, тестировать его надо значительно дольше, чем представляется, может быть, 2-3 года, препарат не пускают. Та же самая история с препаратами, несколькими препаратами по раннему лечению, раннему предупреждению рака, который тоже не пускают в Китай, китайские препараты на международный рынок. Ну и в конце концов оказывается, что в конечном счете, когда Китай предлагал, давайте мы создадим совместную вакцину, или по крайней мере начнем обмениваться сведениями о создании такой вакцины, и потом ее предоставим, грубо говоря, человечеству, США очень этого не хотят. Ну, во-первых, получается, что Китай выступает в роли такого добродетельного героя, а это должен быть США, безусловно, и, во-вторых, получается, что вообще-то Китай обрушивает колоссальный миллиардный бизнес, потому что мы же прекрасно понимаем, что единственное, кто заработал сейчас на коронавирусе, это фармкомпании. Никаких других серьезных заработков нету. И вот поэтому Трамп, собственно говоря, и не хочет наносить удар по тому фармбизнесу, который практически в мире от начала до конца пока что контролируется американцем. Вот это просто... Более того, он рекламирует откровенно коммерческое название препарата, противомалярийное, говорит, я его принимаю, видите, мне помогает, все хорошо, хотя тоже никто, кроме него, не может утверждать, что этот препарат действительно сколько-нибудь эффективен. Ну, понимаете, во-первых, это так, а во-вторых, мы еще должны понимать простую вещь, что главная задача Трампа, и вот если мы поймем, что Трамп, он действительно заботится о США, он действительно заботится в рамках своего понимания о том, чтобы надо вернуть все производство, всю индустрию, которая только возможна, обратно в США. Потому что, опять-таки, многие китайские стратегики говорят, да, конечно, США сильнее нас в плане новых научных изобретений, но в конце концов, побеждает, если речь идет о войне, побеждает войне тот, у которого есть крупная промышленная база, потому что любые технологические изобретения нужно во что-то вкладывать, куда-то имплементировать, что-то производить на их основе. Технологии бессмысленно в таком виртуальном пространстве, она существует только как прикладное применение. А, мол, у Китая и есть самое большое прикладное применение. США говорят, да, да, мы все это понимаем. Вот именно поэтому мы уводим нашу промышленность из недружественного нам Китая, из, по сути, враждебного нам Китая, обратно к себе. То есть, если мы доведем эту мысль, простейшую мысль, до конца, то есть, когда США уводят свою промышленность, уводят свои изобретения из Китая, когда пытаются сократить свое присутствие на территории Китая, когда рубят китайские предприятия по всему миру, не только в США, мы понимаем, что иначе, как подготовкой к войне, это не назовешь. И это, может быть, самое страшное, то, что творится. Я абсолютно не уверен, что Трамп, или тем более Си Цзиньпин, реально хотят воевать. Но иногда мы создаем такие ситуации, когда война оказывается просто еще одним шагом в ряде событий, которые просто шаг за шагом создавали в течение многих лет. Да, зачем-то же повесили это пресловутое ружье в декорацию на стену, а раз оно повешено, то мы знаем по всем законам, да. Да, но обязаны выстрелить, потому что здесь ничего случайного не бывает. И каждая страна, как всегда, считает, что ее партнер блефует, что на самом деле попугает и перестанет. Но, например, мы видим по всем мелким даже признакам, я не говорю уже о крупных признаках, что идет не просто нагнетание ситуации, а идет попытки, мощные попытки обрезать Китай, отрезать его от внешнего мира. Вот я сейчас говорил там про... Алексей Александрович, вот это все уже давайте перенесем на наш следующий разговор, потому что время сегодняшнего эфира подошло к концу. Спасибо большое Алексею Маслову за эту программу. Восточная шкатулка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова